Сегодня в правительстве Магаданской области состоялось заседание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Характеристику текущей эпидемиологической ситуации в регионе дала Светлана Корсунская. Так, за весь период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе умерло 153 человека, при этом 27 из них, а это 17% в июле этого года. На сегодняшний день суточный показатель заболеваемости превышает среднероссийский на 34%. Коэффициент распространения инфекции составляет единицу, недельный темп прироста 0,3%, а показатель охвата тестирования населением 360 на 100 тысяч населения. Помимо города Магадана, на долю которого пришлось в течение месяца 82% всех заболевших, заболеваемость регистрировалась еще в ряде городских округов. Но вместе с тем, самая сложная ситуация на сегодняшний день у нас остается в Ольском городском округе, где уровень заболеваемости населения значительно превышает среднеобластной. По возрастной структуре заболеваемость фиксируется во всех возрастных категориях, включая и детское население. Распространение коронавирусной инфекции в Магаданской области вызвано новыми штаммами вируса, в том числе Дельта. По мнению Светланы Корсунской, основная причина быстрого распространения инфекции – несоблюдение масочного режима в общественных местах. Граждане, работающие в сфере торговли, салонов красоты, косметических, спа, массажных салонов, соляриев, бань, салон, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих почтовые услуги, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта, объектов транспортной инфраструктуры. Образование, здравоохранение, социальной защиты, социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, театров, кинотеатров, центров культуры, всех видов детского досуга, массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, а также государственные служащие, сотрудники подведомственных организаций власти Магаданской области, экипажи судов рыбопромыслового флота, работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий, должны в срок до 20 августа получить первый компонент вакцины, а в срок до 15 сентября завершить иммунизацию против коронавирусной инфекции. Таким образом, в каждом трудовом коллективе к 15 сентября должно быть привито не менее 60% работающих. В противном случае наступит административная ответственность работодателя за формирование коллективного иммунитета. Конечно, эта мера является вынужденной. По многочисленным просьбам магаданцев на русско-горнолыжной школе наконец-то появится кресельный подъемник. В рамках программы «Столица» правительство Магаданской области выделило деньги на строительство этого подъемника. В течение 10 месяцев будет осуществляться проектирование, а в следующем году уже начнется поставка и монтаж подъемника. В случае каких-либо отклонений от плана мэр областного центра заявил, что в 2023 году он точно будет установлен. Мы работаем в рамках нашего большого проекта «Солнечный Магадан». И хочу отметить, что на противоположной стороне тоже в рамках этого проекта «Солнечная точка Магадана» работает и компания «Максина Снегорки». Они приобрели сейчас для детей очень удобный подъемник, который называется «Травалатр», где не надо вообще будет ни за что цепляться, ни на что садиться. Просто ребенок на транспортере поднимается и спускается с горы. Особенно это важно для тех, кто встает на лыжи первый раз. И строит вот трассу новую и канатно-бугельную дорогу на той стороне с хорошей системой искусственного снижения. Обгонят они нас, потому что с деньгами, наверное, получше. Но мы не соревнуемся, мы делаем все, что для спорта. Там делается все, что для туристов. Подъем на новом подъемнике займет не более пяти минут, прямо до Черных камней, где и планируют установить обводную станцию выхода. Также сейчас горнолыжная школа активно подготавливает трассу к зиме. Идут работы по вырубке деревьев, по косу травы. И там, где позволяет техника, специалисты занимаются планировкой водоотведения. Мэрия областного центра передала в аренду бывший детский сад по адресу Пушкина 3 для оздоровительного санатория «Мир». Ранее лагерь располагался по адресу Пушкина 6 в небольшом двухэтажном здании. Поэтому администрации санатория приходилось брать в аренду другие помещения по городу, чтобы детям было где играть. Я думаю, что если у общества с ограниченной ответственностью санатория «Мир» есть желание дальше заниматься этим бизнесом, да, именно бизнесом, потому что это услуга, и они должны оцениться и, наверное, выйти все-таки на консессионное соглашение. Мы должны, можем в консессию отдать это здание, чтобы они его привели в надлежащий вид, поменять там оборудование и на долгосрочную перспективу вложиться, чтобы эта оздоровительная услуга существовала. Сотрудники лагеря весной самостоятельно заменили сантехнику, частично закупили оборудование на кухне, выполнили косметический ремонт, оборудовали игровые комнаты, столовую, а также многое другое. Сейчас идет третья смена, и здесь отдыхают 180 детей, а ежегодно более 600. Более того, стоимость пребывания в данном санатории полностью оплачивается государством. Дети имеют возможность, а еще учитывая, какое у нас сейчас лето, находиться в помещении, обеспечено каким-то игровым инвентарем, игры, все удобно, можно тут же, они могут покушать, никуда не надо идти. То есть, ну, я думаю, что мы все, что могли сделали для комфортного пребывания здесь у нас есть, детям нравится, и прямо у меня личный ребенок ходит сюда, и будить не надо, то есть с утра бежит сюда, в школу бы так бежала. Для ребят организовывают различные развлекательные и познавательные программы. Они посещают библиотеки, галерею боевой славы, музей, зоопарк, кинотеатр, бассейн и, конечно, экскурсии по городу на автобусе. Например, сегодня они собрались ехать в парк Маяк. Напомним, что 1 июня детский сад комбинированного вида номер 58 закрылся на ремонт. Главной причиной стала лестница, ведущая в подвал, которая находилась в аварийном состоянии. По этой причине сотрудники не могли ей пользоваться. Поэтому было решено заключить два договора на выполнение наружных работ здания с подрядными организациями. Первый договор заключен непосредственно на ремонт входа в подвал. На него было выделено почти полтора миллиона рублей. Сейчас уже полностью отремонтировали лестницу и даже установили ограждение возле подвала. Также у небольшой пристройки около детского сада покрасили стены, заменили двери и поменяли крышу. И второй договор – это замена всех оконных блоков на сумму чуть более 5 миллионов рублей. Со следующей недели уже начнут принимать школы и детские сады к новому учебному году. Поэтому сегодня администрация города решила проверить, на каком этапе находится это учреждение. В основном процентов 80 учреждений недошкольных готовы к новому учебному году. Есть некоторые учреждения, как, например, вот этот объект, где завершаются ремонтные работы, установка окон и необходимые ремонтные работы на хозяйственной группе. Но в основном учреждения они готовы. Они готовы и внутренние ремонты работы, и наружные ремонты работы. В принципе, как только будут дети приезжать из отпусков вместе с родителями, мы планово начнем открывать наше дошкольное учреждение. Внимание! Полиция просит помочь. Оперативники отдела МВД России по городу Магадану разыскивают Шибанова Станислава Анатольевича. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Магадану разыскивают Шибанова Станислава Анатольевича, 03.02.52 года рождения, местонахождение которого с конца апреля 2021 года неизвестно. Граждан, располагающих сведениями о пропавшем, полиция просит сообщить по телефону 02, с мобильного 102 и по номерам 8-41-32-624-625 8-918-827-88-79 Смотри, это вирусы. Они очень маленькие, их просто так не увидишь. Но они вокруг тебя и могут напасть. Теперь среди них появился новый, особенно вредный коронавирус. Он живет в носу и в горле человека и вот так по воздуху захватывает других людей. Как пират. Держись подальше от тех, кто чихает и кашляет. Не бери руки в рот, не трогай лицо, и все будет хорошо. Держись подальше от тех, кто чихает и кашляет.